Многофункциональный культурный центр «Жигулевска». Выступлением народного вокального ансамбля «Гармония» открывается виртуальный концертный зал. Здесь будут транслировать выступления российских и зарубежных исполнителей из разных уголков страны. Очень интересная тема, идея замечательная. И давно нашему городу, конечно, такой зал нужен был. И наша мечта осуществилась. У нас теперь есть такой зал, есть возможность приобщиться еще больше к культуре, посмотреть трансляции, которые мы не можем посмотреть вживую. Это здорово, это перспектива для города, это классно. Для первой онлайн-трансляции выбрали выступление народного хореографического ансамбля «Березка» имени Надеждиной, которое проходит в концертном зале Московской филармонии. Открытие виртуального аналога концертных площадок стало возможным благодаря нацпроекту «Культура». Он инициирован президентом страны Владимиром Путиным. На приобретение специального оборудования из оплосного бюджета выделили почти полмиллиона рублей. Преимущество виртуального зала состоит в том, что перед началом идет встреча с творческими представителями, которые и рассказывают о том, что будет здесь проходить. Это принципиально важно, например, для формирования творческого вкуса у наших детей. Эта площадка ориентирована на самые разные возрастные категории. Этот вопрос на личном контроле держит губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Виртуальные концертные залы в этом году открылись еще в Чапаевске, Отрадном и Сызрани. Виртуальный концертный зал – это очень серьезный образовательный ресурс, который будет позволять нашим детям повышать свой образовательный уровень в сфере культуры. И наши музыкальные школы, я надеюсь, этим ресурсом будут пользоваться, и не только музыкальные школы. До конца 2019-го виртуальный концертный зал появится и в Тольятти, а в следующем году еще один откроется в Новокуйбышевске. Кира Исмаилова, Сергей Богатюк, Новости губернии, Жигулевск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова